Подождите, так неожиданно повернили, что я не готов. Здравствуйте. Добрый день. А вот что касается шахмат, это является азартом? Так, подождите. Вы сначала назовите кто, откуда и зачем. Ну, причем из Краснодарского края. Вы из Алтайского края или какого? Краснодарского, Краснодарского. Краснодарского. А мы с вами где-то встречались? Нет, нет. А как вы на меня вышли? Как вышли? А? Как вы на меня вышли-то? Ну как, вы же есть в интернете. Как не выйти? Так, надо такое дело, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Конечно нет. Скажите, что не против. Да не против. Все, я слушаю вас, говорите. Вот как вы относитесь к шахматам? К шахматам? Шахматам. Ну, отрицательно. А почему? Ну, я играл сам на уровне, я не знаю каком, но кандидатов-то мастеров-то подминал, наверное. А потом уже я прочитал, что церковь запрещает это все. Игра в кости, там не имеет в виду домино, нарды, все запрещается. А почему? Я слышал такое выражение. Владимир Ульянов сказал, говорит, это игра, говорит, слишком серьезная для игры и слишком несерьезная для жизни. Ну а и простым людям нельзя, да? Ну а какие простые? Мы все простые. Ну, миряне, миряне. Ну, знаете, вы только что во время разговора ни одного дурного слова не сказали. Смотрите, это строго, иначе я навсегда сразу с вами расстанусь. Это не рулетка, там всякая мерзость. Да, 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 да. Ну и все, ответ один дал, я вам другого нету. Хорошо. Запрещено. Нет, я слышал, что вот есть запрет для священников. Нет, 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 разницы никакой нету, пустое. Написано, даже, допустим, я где-то там работаю, а ухожу на поле гимнастика заниматься. Значит, Библия говорит, телесное упражнение мало полезно, а духовное, милосердие и прочее, полезно на все, для всей жизни и для будущей. То есть, не говорится, что телесное упражнение, конечно, не штанги поднимать. Мало полезно, мало, но оно полезно. А в деревне-то это и не надо. За коровами ухаживаешь, сено таскаешь, на зёмбы кидываешь, у тебя все движения есть. Это в городе-то... Почему? Потому что только один спасительный клапан открытый ниже пояса. И поэтому, чтобы как-то погасить, люди занимаются спортом. Это, крайне всего, Рассанат Олег Николаевич Толстой пишет так. Нет, ну вот я общался с Владыкой Новороссийским и Геленджикским. Вот. И он как-то вот нормально к этому относился, к шахматам. Господь будет судить не потому, что Владыка скажет, а что даже... Если бы никто ничего не сказал, и так понятно, зачем это нужно. Ну, Роберт Фишер. Вот это он, наверное, и Алехина обыграл бы, если так разобраться. Но, однако, умер внезапно. Он даже 60 лет-то не прожил. Еще? Что осталось? Ну, он же... Нет, ну, смотрите, Роберт Фишер, да, Роберт... Бобби Джеймс Фишер, он же и в Христа верил. А в кого? Хотя был... Хотя был евреем. Он адвентист седьмого дня был. Как не верил-то? Сектант, ну да, но все равно верил же. Адвентист седьмого дня. Это очень строгая секта. Секта, но у них очень строго. И в питании везде есть ограничения. Елена Уайтом дала книги свои. Так что играть нельзя. Для меня этого достаточно было. Я один раз прочитал. Шахматы все сбросил и больше никогда в руки не брал. А я любил играть. Ну, вы хорошо играли, да? Я очень хорошо играл. Ну, вот смотрите, есть такой гроссмейстер. Это гроссмейстер, как такое... Одно из таких высших шахматных званий. Коваленко. Игорь Коваленко, он гроссмейстер. Переводится как... Переводится как великий мастер. Что означает гроссмейстер? Так вот, он говорит, что в детстве к нему, ну, может быть, якобы пришел Святой Дух и сказал ему, что возведет его как шахматиста. Вот так. Это злой дух обольстил грешника. То есть это прелесть, да? Это сатана обольщает человека. Ты будешь меликий, падший поклонись, мне играешь в шахматы, все царство мира отдам тебе. А Господь говорит, Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи. Тут прямо видно, что сатана. А вот заметьте, мастер Маргарита. Мастера кто играет у нас? Не знаете? Басилашвили играет. Басилашвили играет. Мастер Маргарита Булгакова, Михаила Афанасьевича. И когда они сидят на патриарших прудах и беседуют. И он ему все говорит, этому Берлиозу. Что ты внезапно там вот умрешь. Он глаза только расширил и больше ничего не... И пошел, и голову отрезало. Так это разве не есть художественное произведение? Художественное. Художественное? Человек так не может написать, если ему не откроется. Вот он когда говорит, а они говорят, ну вот надо доказать, что Христос был. Не надо доказывать. Я там был. 2000 лет назад. Я у Христа был. Вот он говорит, идет дальше. Идет по колоннаде. Шарка еще и каверийской походкой. Плаща с таким подбоем. И Христос... И он как идет, шарка еще такой. Он написал очень хорошо. Это сатана делает. Ни одной минуты не надо тратить. Время нам не принадлежит. Мы можем умереть, как Алёхин. Умер прямо за шарматой доской. Да. 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 Это не надо. Вот я говорю, что я играл. Но когда я узнал... Вот мне сейчас 80 лет. 80. И у меня времени не хватает. Вот только что минут 10 назад меня привезли из города. Я был в краевой администрации. Беседовал с людьми. Я нужен. Что-то оформляю, делаю. Не для себя. Я целый день. Вот утром я встал. Сегодня в 2 часа ночи. Все. Рабочий день мой начался. В 4.40 все остальные встают. А я в это время должен разобрать электронную почту. Столько всего есть. Ну, у нас столько роликов. У нас стоит 14700. Но вы были кандидатом в мастера? Как говорите? Вы были кандидатом в мастера? Не был, не был. С кем играл? Я играл, который имеет звание. Я обыгрывал их. Я обыгрывал их. Почему? Я много занимался шахматной литературой. А Бог дал мне память. Я кое-что помнил. Я понял, что это еще не... Как вы относитесь к Александру Исаевичу Солженицыну? Я бы сказал, вы упадете. А как? Во-первых, в высшей степени. Неповторимая биография. Поверь, конечно, мы бы с ним поговорили где-то. Но Господь многое ему открыл. Избранник Божий. Да. Избранник. А что на него клевета идет все? Это от тех, которые от зависти умирают. Моя биография чем-то похожа на его. На его. Так же мне ГУЛАГ пришлось пройти. Так же в армии. Но у меня более интересная биография, чем у него. А почему вы бы поспорили с ним насчет веры? Он же... Вопрос понятен. Вопросы задавайте кратко. Дальше я уже домысливый сам. Почему? Он не знает, что такое рождение свыше. Он думал через то, что люди будут делать, профсоюзные организации как-то... Ничего не изменится. Человек тоже самый мертвый. Надо воскреснуть из мертвых. Считать Библию. Он нигде об этом не настаивал. Он ни разу не сказал о рождении свыше, то есть он его и не имел. Он не знает. А Господь говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. В этом вопросе он тревожен. Но я помолился за него, когда он умер. Его чтят в стране нашей, в российской. Я первый, который распространил так массово архипелаг ГУЛАГ. Я его насчитал на пленку. Я могу сказать, сколько... Это... Где-то... 69 часов, кажется. А Библия 89 часов. Я распространил по всей стране. Недавно журнал «Новый мир» говорит, 30 лет назад, как первая глава архипелага ГУЛАГ напечатал наш журнал впервые. И тут же опровержение говорит. Православный проповедник Салтай Игнатий Лапкин на 10 лет, ровно на 10, раньше вас распространил. Меня арестовали сразу. Я написал сразу послесловие, с чем не согласен. И когда я был в тюрьме, мне это очень сильно помогло. Он говорит, благословляю тебя тюрьма. Я многому здесь научился. Я это сказал. Но у меня по-другому было. Он попал туда как коммунист, как офицер. Я как верующий, как христианин. Поэтому у меня что-то было, а у него не было. У меня день был разбит. Я говорю не о лагере, а тюрьме непосредственно. Пять частей примерно. Каждая часть это полтора часа молитвы. Псалтырь я просчитывал всегда за два дня. Новый завет каждую неделю заново. И каждый день, ну может тысячи две поклонов. Я молился за всех. Для меня это очень большая школа. Первый раз, когда арестовали, кто-то говорит, вот вам батюшка семинария. А когда второй раз привезли, один говорит, ты помнишь, что я тебе говорю? Сейчас для тебя академия началась. У меня следователь, который допрашивал, который вел следствие. Принял крещение с троекратным погружением. Начальник тюрьмы неоднократно меня вызывал. Без моей просьбы. Там не напросишься. И умер по-христиански, как жена говорит. А когда был в лагере, мне однажды утром встал, я ночью-то молюсь. И они мне говорят. Вчера ночью за вами семь человек становились на молитву на колени. Можно мы тоже встанем? Я прошел победно. Почему Господь? Благодать. Это не мое. Это Господь послал меня туда для проповеди Евангелия. Я вышел оттуда живой. Хотя... А для чего нужна вот художественная литература? Она нужна для... Для чего? Для развития души? Какая? Какая конкретно? Я могу назвать какие? А вот вообще? А вот вообще? Ну, вообще. Художественная это, как правило, от слова худо. Худо. Надо знать вот эту книгу. Ну, да. Библия, да. 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 Так. Вот вы ее знаете. Я ее насчитал в первой стране распространил. В интернете. Сначала на катушечной, а потом уже на компьютере. Если вы зарядите Библию, это... В Гугле. По свете Библии, да? Да. Нет, нет. В Гугле. В Гугле. Это не в Ютубе. Библия. Аудио. Игнатий Лапкин. Она сразу вам выдаст. Я ее насчитываю. Это чтение некоторые предпочитают артистам, которые считают с музыкой. Я просто считаю и этим живу. 89 часов за 54 минуты, чтобы прослушать Библию. Там вы найдете, если на наш сайт зайдете во свете Библии, сайт, не Ютуб, то там есть такой звук и видео. Такая на первой странице. Если ее ткнете, дальше откроется. 12 томов Златоуста я насчитываю. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. Ну, 50 книг насчитано. Это в советское время все было сделано. А то ничего нельзя сделать. У меня один ответ. Да еще ничего не делали. А начни и получится. Ну, вот все же для чего художественная литература нужна? Талант. Какая? Какая конкретно? Не знаю. Например, Чехов, Хемингуэй. А чего вы Хемингуэй можете взять? Чем он закончил жизнь? Самоубийство? Ну, тоже нашли кого считать. Если уже считать хотите, я могу назвать вам. Ну, это фильм хороший. Братья Карамазова, Федора Михайловича Достоевского. Достоевского, да. 16 тома Льва Николаевича Толстого. Очень хорошие есть такие крохотульки рассказы у Ивана Сергеевича Тургенева. Это которые я вот так мог бы советовать другим считать. Фильмы могу сказать какие. Тут даже больше еще. Искупление. Видели? Нет? Нет. Запишите. Пишите быстро. Вы фильм это с удовольствием посмотрите. Искупление. Искупление. Он небольшой. 45 минут. Искупление. Дальше. Да. Самый на первом месте среди фильмов Иисус. По Евангелию от Луки. Иисус. Да. Его посмотрели в первые годы кажется 400 миллионов. Иисус. Иисус. Даже дубляж лучшие артисты вели. Дальше из этих отдельно. Иеремия. Иеремия. Исфирь. Хороший фильм. Очень хороший. Исфирь. Иаков. Иосиф. Иосиф. Моисей. Соломон. Давид. Это те которые я знаю только. Которые неоднократно смотрел. Могу поставить. Ну а конечно. Во главу почти всех фильмов можно поставить. Сейчас могу ошибиться. 57 год примерно. Иуда Бен Гур. Его снова поставили. Даже в подметки не годится. Иуда Бен Гур. Вы так посмотрите. Не могут. Подождите. Когда будете смотреть. Посмотрите артистов. Нерона играет. Там. Устинов Питер. Вот. Запишите его. Устинов Питер. Устинов Питер. Хорошо. Он кажется. Оскара получил. 11 Оскаров. Весь фильм получил. Иуда Бен Гур. И. В те же годы. Примера в 57 году. Камо Гридеши. Камо. Камо Гридеши. Камо Гридеши. То есть. Куда идешь. Камо Гридеши. Это не которые сейчас поставили. Переделали. А именно то. Первое. Да. Да. Вот это. Настоящие фильмы. А вот не могут быть вот эти вот фильмы с какой-нибудь протестантской или баптистской трактовкой? Они все такие. До одного. Православных фильмов нету здесь. А на что их тогда смотреть? А нет. Трактовки никакой нету. Я это слово во внимание не взял. Ставили там протестанты. Неправославные. Никакой трактовки там нету. Ну показывают когда крестит, воду льет. Так оно и православных сейчас пакость придумали. Ну смотрите. Вот вы проповедник. Да? Да. А вот почему вы не приняли например православный сан? Монаха или священника? Знаете. Вот сидят за столом митрополит, епископы. В Америке я был. В Синоде. Точно так же и здесь. Меня уже сватали многократно. И уже сшили. Я уже прошел курс семинарии. Все. Я примерил подризник там что. Снял и говорю это не мое. И когда я сказал митрополиту Виталию. Ну я знаю что я молюсь и получаю ответ от Бога. Что это не твое. И митрополит Виталий говорит. Пожалуй вы правы. Кое-где вам вход будет закрыт. Я отделяюсь как бы этой одеждой как стеной от людей. Вот я проповедую в КГБ. В ФСБ теперь. Проповедую в прокуратурах. Вплоть до министерства. Где бы не проповедовал. Я отвечаю только сам за себя. Меня не. Вот сейчас с головина Владимира сам снимают. А с меня как снимешь. У меня нету. Я. Что на него там. Он еще такого не делал. Что за мной то числится то. Повторяю. Четырнадцать тысяч семьсот роликов. Вы вообразите что это такое. Кроме того у меня вышло в бумажном варианте тридцать восемь томов книг. Да еще семь в электронной версии. Меня голыми руками можно брать. Они не могут ничего сделать. Уже три сенаторских отдела. И Дворкину отдали. И Киево-Пещерскую лавру в книге. Пятнадцать лет. И нигде вызова нету. Почему? Господь закрыл им. Закрыл глаза. Андрей Кураев говорит. К Игнатию относились бы по другому. Если бы он не трогал священников то. Не упрекал их. Не обречал. Я вижу они не делают. А я и говорю как положено по Библии. Вот такой ответ мой. А вот Качев он клоун? Ну вот Качева там всунулись эти. Дворкин там против него. А за него восстал Степаненко Максим. Вы Степаненко Максима найдите. Степаненко, да? Почему русские пожирают друг друга. То что написал Максим Степаненко я называю это эпохальное событие. Одно раз сто лет бывает. Он не на человека указал, а на систему патриархийную. А он председатель миссионерского отдела так называемого в Томской епархии был лет 14. А сейчас рядовой. Его сняли за одно слово. Он всех женщин, которые без мужей наживают детей у себя на вторую букву Алпаю это назвал. А на него напали. А слово литературное, оно в словаре есть. Так что люди напали, а архиерей сразу его запретил. Ну так как насчет Ткачёва? Он клоун или вы его защищаете? Я его, кого? Ткачёва? Ткачёва. Никак я его не защищаю. А зачем его защищать? Он сам защитится. Он полковник. А я сержант. Кто кого защищать будет? Ну, я вижу, он говорит. Говорит быстро. Но он не видит, что делается в храме. У него я вижу, только там люди туда-сюда ходят, торгуют. А он, как говорит, со соловей на веточке заливается. Это клоун уже. Это какой-то клоун просто, мне кажется. Ну, я не знаю. Не могу я это сказать. Кураев, мне кажется, Кураев намного его лучше. Я не знаю, не могу ничего сказать. Я только говорю, что они никогда не говорят о рождении свыше. А это первый шаг. Второй шаг – быть Вадимом Духом Святым, о чём Серафим Саровский говорил. Стижание Духа Святого. Если этого нет, всё напрасно. Вот рождение свыше – это крещение? Нет, конечно. Это завершающий этап. А вы зарядите. Рождение свыше. Пишите, я скажу вам. Геннадий Фаст. Геннадий Фаст – это в моём доме обратился протестант. Менонит. Геннадий Фаст. Геннадий, ага. Он сейчас настоятель в Абакане. Доктор богословия московской патриархии. Доктор богословия, запомните. Бывший? Ну я, да, я… Да. А ещё кто есть? Сейчас ещё в это… Не слышно ничего стало. Куда дели микрофон? Ещё… Никого нет? Вот Фаст, ещё кто? Ну, Фаст вам достаточно, он всё объясняет. А, правильно. Да, хорошо. Вам по за глаза. Если вам уже не ясно, тогда на меня зарядите. У меня ролик есть. Я неоднократно говорил на эту тему. Он говорит, как человек с такими знаниями. Бывший преподаватель Томского университета, физик-математик. Пришёл в православие. Кончил семинарию, кончил академию, диссертацию. Сейчас доктор богословия. А у меня нет образования гуманитарного, никакого. Я просто технарь, строитель. Я всё самостоятельно достигал. В этом есть великое преимущество. Мою душу никто не корёжил. Я молился и сам выбирал, что мне считать. Каноны, правила, жития святых. А вот как бы вы отозвались… Опять у вас звук исчез куда-то. Поближе. Как бы вы отозвались насчёт патриарха Кирилла? А у меня много про это написано. Буду я говорить вам. Вы зайдите на наш сайт во Святи Библии. Запишите. Ну, да я знаю, я знаю, знаю, знаю. И там, когда вы будете смотреть, и там написано на букву Р. Разные выступления. Я разбираю. Патриарха Кирилла берут интервью. 62 вопроса. Я печатаю, как задают, как он отвечает. А дальше говорю, а надо было ответить вот так. Тогда он был митрополит. Дальше. 62 вопроса дают патриарху Алексею Второму. Я точно так же разбираю, пишу. В моих книгах это есть. Как он отвечает и как надо отвечать. И кто бы из них ни был, старообрядческий Андриан, Козлов, Максим. Ну, я беру таких известных священников, которые печатаются. Амброси, Юрасов, Архимандрит в Иваново. Все отвечают примерно из 100 вопросов, 6 вопросов правильно. Остальные неправильные. 94 процента неправильный ответ у всех одинаковые. Это неправильные с точки зрения Библии, да? Да, Библии. Только Библии. Ага. Да. А по Библии Бог будет нас судить. 12.48, Евангелие от Иоанна. Да. Возьмите себе за эпиграф, заучите. Иоанн 12.48. Иоанн 12.48. Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Все в этом. Мне это открыто было буквально в первые же дни, когда я уверовал. Я понял. Остальное мое знание, шахматы, языки, а я в это время на семи языках занимался. Это мне не потребуется. Все связал. Все связал. Когда говорят, вы фанатик. Вы фанатик. Я говорю, а вы знаете, что это слово. Фанатик, как человек, готов вереть за свои знания, за свою идею, которую знает он. А говорят, экстремист. Меня вызвали в Главное управление милиции, чтобы я перед офицерами сказал на тему экстремизма. А я вышел, поднял Библию и говорю, я экстремист. Они замерли. Экстремист означает человек, до совершенства доводящий свое дело. Я не просто его делаю. Вот я начальник детского лагеря. Я никому не передам мою власть. Пока не увижу, что тот может сделать лучше. Обычно как? Начнешь с человеком говорить, да я и не держусь за мою должность. А не держишься, сразу убирать его надо. Он ничего великого не сделает. А я держусь. Я старостью церковной. Начальник детского лагеря. И меня нельзя сдвинуть. Пока ты докажешься, ты будешь делать лучше. Я буду заработать. Потому что я делаю не для людей, а для Бога. Я буду перед Богом отвечать за то, что я могу поверить. Так, еще не слышно опять у вас. Нет, ни одного слова не слышно. Совершенно не слышно. Возьмите, где у вас там? Что-то нажали. Не слышно. Вас многие обвиняют в баптизме. Ну и что? Это правильно. Не я баптист, а брат мой. Баптист означает креститель. Первый баптист и он креститель. Джон де Баптист. Вот по-английски как. Джон де Баптист. И что? Первый баптист. Брат у меня крестит. Я не крещу, я не баптист. Он баптист, потому что он крестит в озере по православному чину. Любой священник есть баптист. Он крестит. Если, конечно, крестит, они лбы мощат за деньги. А когда лбы мощат жулик в рясе. Жулик. Самый настоящий. Пираты захватили корабль. А тогда зачем идти? Вот кто будет слово священное писание? Вы почему выбираете микрофон? Там все время исчезает голос-то. А, ну вот не знаю. Ну возьмите поближе его к себе. Да, очень хорошо было у вас. Вот этого, да? Ну смотрите. А кто тогда будет трактовать слово? Священное писание, вот. Кто трактовать? Да. Ну а оно растолковано уже. Блаженного Пеофилакта берем. А он совместил всех святых отцов. И этот трехтомник Господь позволил нам издать. Самый лучший за 2000 лет. С откровением вместе. 240 иллюстраций раскрашены Гестава Доре. Это надо видеть. 297 комментариев вставили. Три тома Нового Завета с полным толкованием. То есть Иоанн Златоуст ему уступает? Да почему? На основании Иоанна Златоуста все сказано-то. Он во главу берет Иоанна Златоуста и других святых отцов. Иоанн Златоуст жил в пятом веке. А он-то жил в одиннадцатом веке. Шесть столетий. За это время какие были? Там уже и Нил Синайский был. И кого только не было. И он берет все в совокупности. Самое лучшее. Блаженный фефилакт архиепископ Болгарский. Это самый популярный толкователь. Он истолковал от Матпея до евреями. А откровения он не трогает. А мы издали вместе с откровением. Геннадий Фаст собрал все, что говорили святые отцы по откровению. Толкование. 430 страниц уходит только на толкование откровения. Там опровержение самых современных сект одновременно. А что обо мне они говорят и прочее. Но на меня как это может влиять? На Христа говорили силой князя Бесовского, Вильзеула. А что изменится-то? А они с бесами были, а не он. Вот сейчас. Я вчера только узнал на моем ютубе. Это мой труд-то. Новых. Они там где-то прошлое берут. Система высветала еще полторы тысячи хулителей. Материация. Там желают всяких проклятий мне. Мне пришлось за последние 8 месяцев заблокировать 9 тысяч человек. Вообразите. 9 тысяч. Это почти дивизия. Так это не все. Около 220 роликов полновесных против меня создают. Из моих же роликов берут, переворачивают. Там приставляют голову или что-нибудь еще. И что это означает? Это означает чего-то я стоя. Оскар Уайлд был такой философ в Англии. Он говорил. Я о вас просчитал столько клеветы, что я теперь несомненно знаю, что вы очень хороший человек. Я узнал теперь, говорит, раз столько клеветы на вас, что вы очень... А вы думаете... А? А вы думаете, у Альт Бога верил? Нет. Не верил, может быть. А может и верил. А вот зачем его тогда цитируют? Хорошее разрешение. Мне самая неприятная личность за мировую историю это Владимир Ильич Ульянов. А я кое-что беру из него и говорю. Он говорит. Наши успехи... Это радость от трудовых успехов. Хорошо сказано. Я беру кое-что от Карла Маркса, от Мартина Лютера. У Мартина Лютера... У Мартина Лютера? Да, есть два выражения, которые можно запомнить. Он говорит так. В мире есть одна книга, Библия, и одна личность, тире, Христос. А в другом месте говорит. Ничем не занятая душа, тире, хорошая кузница сатаны. Мартин Лютер. А он протестант. А он хорошо сказал, я и взял. Вот смотрите, вот Максим Горький, вот Максим Пешков, да? Писатель. Да. Вот, ну он как-то был вот против Бога, да? Но вот, мне кажется, христианские поступки он делал намного больше, чем священники того времени или обычные люди. А что он делал больше того, скажите? Ну вот, допустим, он организовывал, по-моему, когда голодали, да? Да. По-моему, по Волжье, да? Ну и что? Вот он им помогал, организовывал. Он помогал. Церковь ограбили, готовая. Помогал. Когда он ездил на канал этот, почему он не сказал, что там делает, над людьми издеваются? Беломор канал. А знаете, а вот он знал об этом? Да. Так он, ему показали. Ему дети говорили, как с нами, говорит, издеваются, что не так, говорит, вот, ноги связывай, ты на жердочку подвешивай, ты вниз головой висишь. Ему все сказали. И сразу узнали, кто говорили, тех детей ликвидировали. Что он не знал-то? Он уже не знал, как вырваться. Ему так и не разрешили больше за границу поехать. Буревестнику этому. Горький есть хороший у него. Он говорит, без молока матери нет ни поэта, ни героя. Хорошее выражение. Но он хороший писатель? Ну, писатель-то хороший, но о чем он писал? Его литература нужна? Ну, какая она литература? Ну, допустим, известный в школе был роман «Мать». О чем говорит? Как мать помогала Павлуше своем, а он с революцией. Да-то все под нож пошли. Вперед-то они на шаг не могли видеть. Почему Виктор Гюго говорит, атеист, плохой руководитель общества. Все, которые были Ленинская гвардия, Сталин всех до одного уничтожил. Никого не осталось. И это герои все были бы уничтожены Сталином. Сталин-то он никого не убеждал. Он не знал, он грабителем в банке грабил, пока всем голову не потрубил. Это бандит с большой дороги. А то он войну выиграл, он войну выиграл. За каждого немца 5-6 солдат отдавали. Трупами завалили. Ну ведь он так неплохо Сталин начинал и в семинарию поступал. Ну да. Гитлер в церковном хоре пел. Да. Ну и что? Так вот думаете, Гитлер заключил сделку с дьяволом? Почему же? Очень похоже даже. Но его зло, которое он сделал, даже не сравнивать нельзя с тем, что Ленин и Сталин сделали. Гитлер своих не уничтожал. Князья остались князьями, графы графами, военные военными. А здесь слой за слоем вырезали. Перед самой войной остались командирами дивизии капитаны. И Тухачевского, и Экира, и Постышева, и Брюхера. Всех уничтожили. А это маршалы были? Может быть так и надо, я не знаю. Это Бог только знает. Но факт тот, что в начале войны то бездарно как. В первые дни буквально четыре с половиной миллиона в плен пошло. Этого мировая история не знала. А там дальше осталась, может быть, пятая-десятая часть живых. И главное, Сталин объявил всех, кто в плен попал, окружение попало, все предатели, все изменники. Это даже никак нельзя назвать. Человек там был и сбежал из плена, из плена бежал. А тут сразу десять лет хлобыч ему и все, иди. Даже вот Девятаев самолеты угнал. Единственный случай за всю войну. С тремя товарищами посадил самолеты. И немецкий бомбардировщик угнал сюда. Один случай. Сразу арестовали и в ГУЛАГ. Даже зверьё. А возьмите, когда советские штурмовали у себя там перекоп. Договорились с махновцами. Все, давайте, замирились. Они помогли завоевать. И как только завоевали, первый же у них там какой ужин был, договорились. Сразу всех арестовали и расстреляли. Это демоны. Ну вот, у Российской империи было бы будущее, если бы не было революции? В комсомольской правде на развороте крупными буквами на две страницы написано, если бы большевики не победили бы в семнадцатом году, нас бы было шестьсот пятьдесят миллионов. Полмиллиарда людей куда дели? Полмиллиарда сатана сажал. Страна-то пустеет. При такой жизни-то люди бегут и бегут. Вот у меня тридцать пять лет стажу. Тридцать пять лет официально в трудовой книжке. У меня пенсия на сегодняшнее пятое апреля 2019 года восемь тысяч сто сорок один рубль тридцать три копейки. Да это ЖКХ даже. А мне же еще надо и за интернет заплатить и за свет. Нет, ну комсомольская правда, мне кажется, там вообще ничего нет путного. Не надо. Журналисты, журналисты, они мало как бы что понимают. Ну хорошо, мы не поверим, но это они дают выкладки Дмитрия Ивановича Менделеева, который при советской власти ни дня не жил. Что из этого? Тоже не верить? Ну и так понятно. У России прирост был ежегодный. От трех до пяти миллионов. Живой, не считая умерших. В России нынче почти миллион, каждый год убыль идет. За время перестройки сделано сто двадцать миллионов абортов. Чего не говорить-то? Сто двадцать миллионов, потому что государство большое внутри утробы убили. Единственный, кто запретил на всю страну, только один человек. Рамзан Ахматович Кадыров. Ну так наш патриарх тоже против этого? Ну а что он, патриарх, сделал? И выступал, и выступал против. Ну что выступал против-то? Он должен обличить, был правитель, подойти и сказать, прекратить, объявить законом, что это преступление. Почему ни одного аборта в Саудовской Аравии нету? Если аборт был сделан, ее сразу казнили. У них лозунг. Каждая мусульманка говорит, подарить Аллаху пять сыновей. Пять сыновей. Каждая. У них в среднем 8,1 ребенка в семье, у русских 1,8. Так зачем нам на них равняться? Ну да. А на кого равняться надо? А зачем на них равняться? Да не надо на них равняться. Нам никогда не подравняться. Где равняться? Я повторяю, у них в среднем на семью 8,1 ребенка. У нас 1,8. десятых. Что непонятно? Дмитрий Смирнов говорит, когда говорит, нужно, чтобы в каждой семье рождалось 10 детей. Ну, он сказал, где не 10 детей? Вот у нас, допустим, отца с матерью, у нас было 10. 5 сыновей, 5 дочерей, да, двое еще умерло, 12. Но сейчас-то этого нигде нету. А почему? Безбожество. Страха Божия нет. Повторяю, на 2 миллиарда мусульман в прошлом году ни одного аборта не было. Ни одного, ни одного пьяного не было. Что непонятно-то? А у нас выступает Жириновский Владимир Вольфович. И насколько от класса учащихся, класс еще какой, 8-9, на 50 метров или на 70 можно пивнушку строить. Ну, смех один. Я говорю, вам никогда не поправиться с этим. Вы научитесь у мусульман. У них это шайтанья кровь, смертная казнь. Они сколько поймали? Да, тоже бывает, говорит, за сколько-то лет, 51 наркомана. Да как? Все до одного казнены. В Китае как? Он взятки брал, коррупционер там что-то. Все, казнили. Показывал министр, стоит на коленях, плащет. Расстреляли, все, больше нету. А тут никуда не пойдешь, чтоб тебе деньги не драли с тебя. Это наркомана казнили, да? Я не говорю нормально, но что-то делают. Наши ребята алтайские поехали на велосипедах по Китаю. Ну, открыли визы, все. Вернулись, их спрашивают. Ну, что самое интересное? Он говорит, самое интересное, это дисциплина. Вот мы, говорит, велосипеды никуда не прятали. Прямо на остановке оставляем и уходим. Придем через 50 лет, они там и будут стоять. Ну, они же, вот в Китае же коммунистический режим. Да. Зачем на него равняться? Да я не равняюсь, я говорю. Ну, к нему зачем идти? Да не надо к ним идти. Мы сами с себя разберемся. Мы говорим, что можно в настоящее время рядом и сделали перестройку и семимильными шагами пошли вперед. Напротив одной дивизии, которая у вас за Байкалью стоит. 100 дивизий развернутых китайских. Нас бамбуховыми палками задолбят. Что непонятно? Это мы были там, китайцев сегодня считают чуть не до 20 миллионов уже на Востоке. А здесь подпирают восточные и южные народы. Россия-то как страна полностью исчезает. Что тут непонятно-то? А вот мы в Сирии разбомбили кого-то. Ну, разбомбили, еще мы лучше стали от этого. Надо Бога просить, молиться, славить, жить для Бога. Я не ставлю в пример, я говорю, выход люди находят какой-то, и у них коррупции нету совершенно. Нашли три человека, тут же показано на стадионе, они так, пожизненно ему или что-то, вот меморандум подписал, щекотило нельзя расстрелять, 78 человек задушил, Китай меморандум не подписывает, он их стреляет. И в Белоруссии смертную казнь не отменили. Я не за смертную казнь говорю, что люди это делают по-другому. Что тут делается? Посмотрите. Вот как вы думаете, масонство, оно сможет распространиться в Китае? Оно там и есть, распространено. А вы что думаете, масонов-китайцев нету? Там и евреи, и арабы, и кого только нет. Я этой темой 14 лет занимался. У меня она вышла, готовая тема, М1, М5. Мне как-то сказали, говорят, следующее, если будет материал, только интервью Антихриста брать будете. То есть, вот, однозначно, что масоны, они вот именно служат дьяволу, да? Ну, судя по всему, так. Но я их деятельность рассматриваю с их стороны. Я просто хочу, чтобы понять их. Вот, допустим, вы молодой, перспективный парень, нигде не замешан. Вас уже в студенческие годы они берут на заметку. Далее они вас будут сватать. Что-то скажут. Если они вам сказали, это не просто так. Если вы отвергли где-то, почему-то на вас наехала машина в этот же вечер. То есть, если они поставили на тебе клеймо, ты годный для них, у тебя выхода никакого нету. Если ты начал с ними разговаривать. А если на тебя они положили взгляд, а ты сказал, не желаю разговаривать, тогда они тебя не тронут. Но они тебе что-то открыли. И вот я рассматриваю их. Скажите, ну вот большой у нас корпус стоит, дом. Ну, в нем там 500 квартир. Я говорю, в вашем подъезде там мусорят. Да, только мусорят. Там и оправляются, и все такое. Вот. А было, что убивали? Да, два раза уже было. А вы хотите, чтобы в вашем подъезде был порядок? Да, это невозможно сделать. Люди-то разные. Ну, а все-таки, если бы кто-то сказал, я установлю, приветствуйте, конечно. А во всем доме 500 квартир, ну, а на всей улице, люди уже сразу говорят, это не... Ну, а кто-то бы сделал. А теперь во всем городе. А теперь во всей стране. А теперь во всем мире и навсегда. у масонов такая задача. Добро. Чтобы никто никакого преступления не мог сделать. Зачипировать. Каждый наш путь будет... Где мы, куда бы ни... Он отражается. Он отражается. Разве это плохо? Разве это нехорошо? Так у вас... Гол... Гол... Разве это плохо? Не, 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 не... Плохо это? Я не пойму, что это... Как звук. Как звук. Разве это плохо? Я говорю, это хорошо. Но надо понимать, они делают это для земной жизни, не для будущей. Хорошо. Я к тому говорю, что я мог быть масоном. Я мог быть масоном. Мне предложили. Я сразу сказал от сатана Ива, отойди от меня, дьявол. Ну, вообразите, что со мной именно разговор был. Меня сватали. Люди, посвященные в последней степени. На меня они еще в армии положили глаз. Я совершенно выходил из рамки обычной. В армии я служу, изучаю все политические системы мира. Кроме того, что я служу. Кроме того, что я служу, в это время я изучаю сразу несколько языков самостоятельно. Начальство замещает. И мне дают в армии во время срочной службы такую должность, о которой даже сегодня полковники не слышали. Я вчера с одним раз говорю, вы военный, да? А вам увольнительные дают? Так это везде дают, если замечаний нету. Замещаний нету? Насколько? Ну, редко, конечно, но бывает даже на сутки. На сутки. На сутки может быть. Что-то опять. Что-то опять. Куда-то. Вот так. Держите. Не убирайте никуда. Потому что-то она дублирует. А вы слышали такое, чтобы давали на неделю? Ну, срочной службы не бывает. Но я говорю, слушайте, теперь внимательно. Мне увольнительная была. Увольнительная. С 1 января до 31 декабря. Да это не бывает. Даже офицеры, говорит, не дают это. А у меня была. Еще ни один офицер мне не поверил в это. А кто мне такую должность дал? Сами подумайте. Никто из военных даже не слыхал о такой должности. Даже генерал, я разговариваю, генерал-полковник. И он говорит, такой должности нет у нас в армии. Он не знает. А для меня эта должность была. Почему? На меня кто ставку сделал? А сейчас, говорит, а у вас тайна какая-то? Да тайны никакой нет. До армии я окончил строительный техникум. Но так как вся семья пролетарская, отец инвалид войны, три дяди по матери, материн и братья, все погибли на фронте. Большая семья. Ну, все сходится. Меня после техникум направляют в органы МВД. А туда просто с улицы не берут. И направляют работать прорабом в строго режимный лагерь. Плишкино, Иркутская область. Я работаю не одного выходного по две смены семь месяцев. И меня в армию берут. И в армию я попадаю в морфлот. И в это время образуются в Советском Союзе ракетные войска. Маршал Неделин. При запуске ракеты он сгорел. И в это время и со всех частей набирают людей, у которых больше десяти классов. Высшая или средняя. И мы стоим, когда в одну часть сгоняли, только кавалеристов не было. Там и авиаторы, и кого только не было. Я стою в матросской форме. Переодели одна форма всех. Одна. Вот я попал в ракетные войска в самом начале их. И мне дают должность. Офицеры все говорят, ну а какая должность? Скажите. Я говорю, слушайте меня внимательно. Техник, смотритель, воинские здания, ракетные войска Дальнего Востока. То есть я должен выставать... Вы ближе? Слиже, как не знаю. Так, держите. Они не знают командование, кому когда квартиру давать, я должен осмотреть, описать и сказать такому-то офицеру пора давать квартиру. Вот такая должность. Я не знаю, в других регионах она была или нет. Кто мне такую должность дал? За что? Что непонятно-то? Но когда по-другому было, я иду однажды, один журналист на вокзале здесь, на улице, он Черников называет, теперь могу назвать, Александр Тихонович, хороший, очень хороший. Не один раз был в Потеряевке, в лагере, хорошие статьи писал, между между как-то колоссиев и звезд, кажется, такая статья. Молодежь Алтая газета, у меня перепечатана в моей книге «За слова Божия нет уз». И он такой задумчивый, я увидел, подошел, Саша, что с тобой? Он меня увидел, поздоровался, знаете, говорит, на вас статья заказная. Он не сказал, сколько ему заплатили. Потом люди будут догадываться. Статья заказная. Плохая, чтобы была статья. Я говорю, кто заказал? Английские мастоны. Английские. Радиостанция «Свобода». Я говорю, да еще ты напишешь. Две недели, говорит, уже пора сдать, и ничего не могу написать. Почему? Он видел только хорошее. Писал только хорошее. Но, по всей вероятности, он взял деньги. Ему счетчик включили, и он исчез. Исчез, и добрых 20 лет его нигде не было. Вот я говорю, то, что было. А в это время журналисты отовсюду собираются, голосуют за меня, как за кандидата в депутаты законодательного собрания где-то. А я накануне, вот в эту ночь, они мне предложат днем, а в ночи я вижу сон, из которого я делаю вывод, мне там быть нельзя. На такую высоту надо забираться, я глянул, а мне три, куда я упаду, там не встать никогда, я разобьюся. Я потихоньку спустился вниз, и все они в дверь стучатся. Я говорю, я уже знаю, я не полезу туда. Разве нас не можно... Сейчас, подождите, поближе микрофон. Разве на сны можно опираться? Как? На сны? Нет, конечно, нельзя опираться, но сны бывают трех видов. От Бога, от дьявола и от забот житейских, от переедания. Если крест видел, то это от Бога, крест, изображение креста. Это от Бога на сто процентов. Иоанн Касьян пишет так. Святой. А вот вы знаете Дмитрия Быкова, Дмитрия Львовича Быкова? Еще бы, он у нас был здесь, беседовали, в Потеряевке был, статью написал. Статью вы откройте, вот сейчас как зайдете, сайт, сайт во свете Библии. И там на первой странице написано для слова Божия нет уз. Вы можете скопировать книгу и зарядить Быков. Да не так. Я могу вам сейчас скинуть на какой странице оглавление. И в оглавлении его статья про нас написана. И обо мне он там в основном пишет. Конечно, знает. А вот как вы к нему относитесь? Вот он же либерал. Ну, никак я к нему не отношусь. Я его упрекнул, почему не записывать. И кое-где он не точно написал. Он понадеялся на память, а тут его память подвела. Но статья так можно было читать. Это мне проректор по учебной счастью Семкин Борис Васильевич говорит. Тут, говорит, в журнале Собеседник статья про вас написана. Я говорю, какая? Не пойму, говорит, то ли хорошая, то ли плохая. Побежал сам, купил ее, академик, профессор. Принес, я считаю, действительно так. Он то за упокой, то за здравие. А вы как к либералам относитесь? Никак не отношусь. Я христианин, проповедник, миссионер. Андрей Кураев говорит, совсем по-другому бы к Игнатию относились, если бы он не трогал священников. Весь ответ. А что он либерал? Пусть он либеральничает. Я должен сказать пророчески, как Господь скажет, так и я повторю. Что скажет мне Господь, то изрекую я. Заученная фраза у Михея, к такому в рот не заползет змея, не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. Это у меня стихотворение такое есть, оно поется. Что скажет Бог, то изрекую я. Вот запишите. Что скажет Бог, то изрекую я. И внизу там текст будет. И на гитаре играет. Это мое стихо. Что скажет Бог, то изрекую я. Это первая строчка. Вам будет очень интересно это послушать. Напишите, что это в Ютубе. В Ютубе, в Ютубе. Зарядите в Ютубе и все. Можете даже поставить Игнатия Лапкина. Оно и так откроется. Вы, когда зайдете на наш сайт, то на другой, на первой странице написано книги. Вы тогда откните и на другую страницу перевернется и вы там увидите у меня 38 томов, которые в бумажном варианте вышли. И 7 томов, которые только в интернете. Из них 4 тома мои стихотворения. Я их называю пропадью стихах. 4 тома по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов по 4 строчки. 36 строчек с эпиграфом. Все до одного. 3467 стихотворений и все одинаково. На разные темы. И ни ни одной помарки в черновиках нету. Я беру с чистого листа пишу. Передо мной строка бежит, я рукой записываю и все. Вы когда прочитаете, у меня поэты в литературном институте, у них, говорят, вот сюда зашевелилось. это где вы взяли? Я говорю, я дорогу написал. Да вы что, а почему не печатаетесь? Как она работает в краевой администрации, а была первая секретарь райкома партии, Ремнева, Надежда Степановна. Это ваши стихи. А почему вы не защищаетесь? Я говорю, от кого? Ну, кандидатская степень. Да зачем она мне нужна? Я христианин, высшее звание я получил. Раб Христов, наивысшее. Вот так. И вы если найдете там стихи и посчитаете, потом можете сказать. Из них, примерно, 86 положено на музыку и поются. Я не пою, сохрани Бог. Они называются проповеди в стихах. Вот еще один вопрос. Смотрите, Кураева, ну, вы его знаете. Кураева. мне приезжал, книги брал у меня здесь. Вот я сижу. Да, вот его отлучили получается от... Никто отлучал, просто сняли его с работы, выгнали и все. Они мстительные, жестокие, те, которые так поступают. А он ни в чем не виноват. Вы его отзыв почитайте, зарядите. Андрей Кураев об Игнати Лапкине и послушайте, что он говорит обо мне. Ролик такой стоит. Он меня называет самым великим миссионером этого столетия. А я не такой. Ну, ему так показалось. И он подробно обо мне описывает. У него все мои книги все у него есть. Ну, зарядите просто в Ютубе. Андрей Кураев и напишите Игнати Лапкин. Больше ничего рядом. С чем я буду говорить? И он говорит с людьми, которые ничего обо не знают. Он рассказывает маленькой неточности там 7-10 минут это разницы нет. Вот так. Ну, все-таки вот почему вот нет? Почему нет? Ближе к губам держите. Почему нет какого-то определенного вот наставления насчет шага? вам охота играть. Играйте. Играйте, пока вам Господь не откроет. Что сказать? Ты прежде чем играть, помолись. Скажи, Господи, ты дал мне жизнь. И каждая минута у тебя учтена. Мгновенно она проходит. Надо ли мне сидеть и передвигать эти костяшки? Помолись, чтобы Бог тебе ответил. Не Игнатий, а Бог. Одной девушке она ходила на площадку и так же обратилась. Ей служитель Господь был с тобою. А как Он со мной? По-другому никак. Господь благоставляет, Он будет с тобой. Господи, пребудь с нами. И смотри, что с тобой за шахматной доской Господь сидел. Воображение маленькое. Все-таки нет однозначного мнения, что это плохо. Это плохо, это однозначно. Это уже святые сказали. Это уже сказано. А где можно это прочитать? Вам нужно знать где? Поищите в канонах. 794 правила. 794 правила. И найдите в них семь вселенских, девять поместных и тринадцать святых отцов. Книга правил. Найдете. И вам дорого это будет. Я когда вел занятия так сказать академ городок Новосибирский слышали такой? Ну там одни эти как говорят широколобые сидят профессора академики но я перед ними выступал. Я сказал говорю вот эта книга вот так поднял ее и говорю вот эта вот книга вот она она дает ответ на все вопросы кроме одного. А какой сразу кончина мира когда будет? Об этом Марк говорит и сын не знает по человечеству. Ну один говорит я не согласен записку присылает. Я говорю давайте три вопроса. задавайте любые и если вы поймете что Библия дает на них ответ четкий ясный вы перед всей аудиторией аудитория это зал огромный зал и вы тогда попросите прощения что вы ошибались. хорошо он задает первый вопрос не такой уж труд я ему ответил и называю глава стих книга откуда это взято он второй задал второй я говорю это надо святыми отцами разуметь как это написано и третий он встал поклонился говорит я виноват и сразу вышел не стал больше быть я говорю а кто это да это один из наших академиков профессор он говорит давно к баптистам ходит а баптисты они не знают писание а мы православные у нас 300 томов фолиантов толкований только патрология мини быть православным это счастье а быть настоящим православным это бесконечное счастье чтобы ни один канон не нарушался шашки шахматы в 12 томах Иоанна Златоуса это написано если вы не найдете совсем я бы мог вам это найти вы зарядите просто Иоанн Златоус шашки шашки тогда не шахматы были шашки но это разницы нет а вот вы не помните какой был ваш любимый дебют какой был любимый ваш дебют не было этого я просто играл и все я не разделял на эти как они начинают шпили разные где-то а я просто перед глазами всю партию я имел при самом начале я уже знал где будет выход у меня пространственное мышление я одновременно Господь дал мне на трех каналах работать одновременно это очень редкий Господь дает так вот я разговариваю с вами отвечаю на ваши вопросы а в это время я продолжаю работать перед встречей с вами с чем я работал а третье продолжается молитва и за меня идет молитва я считаю ее молитву одновременно это редкий ну это феномен Бог делает человеку это невозможно это не от меня это не зависит никак то есть вы сами в детстве научились да? я не учился этому это просто мне дано и все я не учился смотреть прыгать но Господь мне это дал птицы не ну как вот ну дано это дано просто и все вот в школе учились и у нас не было иностранного языка совсем не было урока 2 провел в 5 классе здесь Густав Густавович немец я 2 слова заучил а он умер в 10 классе не было нигде ну не было учтили не было и потому троечку поставили и все а когда учился в техникуме я много очень читал литературы и читал война и мир Льва Толстого и говорят тут целая страница по-французски почему мы не знаем никто из них я не любил когда так со мной разговаривают они говорят да ты изучи если сказали я считал это как указание в этот же вешер я уже достал учебники 5 класса и через 6 месяцев я уже мог говорить проповеди на немецком языке в их собрании самостоятельно я и не знал что у меня есть этот талант я одновременно сразу занялся английским через 4 месяца вышел на разговор самостоятельно газеты читаю и тут же занялся французским испанским мне это было очень интересно я не знал что у меня это есть поэтому Господь открывает а потом когда я узнал мне это и не надо ничего а я уже Библию сравнивал на разных языках и могу сказать самый наилучший перевод за 2000 лет это синодальный православный это наилучший в высшей степени точнейший 4 духовные академии переводили переводчики были таких каких сегодня вообще нету может даже на земле Александра меня слышали кто такой я когда с ним беседовал он еврей он с оригиналами работает я говорю вы могли бы переводить как вот Данила Абрамович Хвольсон он говорит да никогда сегодня нет таких переводчиков он не просто знает как слово перевести а как это слово понимали такие-то и такие-то потому что бывает многозначный перевод допустим я скажу по-английски course а что такое course кажется 28 названий это курс второе не сданный экзамен дальше малая звездочка у морского офицера это совершенно разное можно понять только из этого так я вижу косу скажите о чем я сказал я вижу косу 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 что я вижу какая коса поближе держите к себе у вас плохо слышно опять еще подробнее что с вами работают в поле подождите у меня на полную включенную вас почти не слышно посмотрите что там у вас делается до этого было хорошо опять плохо работают в поле косой коса косят коса еще что коса у женщины у девушки коса длинная взборья корабль сел на косу на мель сел Павел говорит и мы наткнулись на косу дианях апостолов вот я вижу косу надо что-то еще одно предложение сказать чтобы понять о чем речь идет какой косе вы поняли меня ну вот так сегодня нам хватит вопросов давайте расставаться до свидания чего вас не хватило еще крупных вопросов нет больше знаете кто такой Никола что знаю кто такой Никола Тесла так я не понял кто такой Никола Никола Тесла вы знаете да Тесла который из воздуха брал и энергию качать из воздуха прямо ну знаю а что он говорил что он так со вселенной вот он имел контакт вот с чем с господом там не знаю не знаю ответить не могу мне это не надо знать даже я считаю ни с кем он не имел а просто господь наделил его этим талантом он открыл а ему везде все отрубили иначе не в те магнаты все под откос пойдут ну ладно хорошо спасибо большое у нас говорят спаси Христос спаси Христос да слава Божия как вас звать так как вас Артем 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 да да благословит вас Господь так у нас этот ролик может стоять уже к утру хорошо я постараюсь если бы возможно возможно будет ну все с Богом ну все с Богом до свидания до свидания выключайте выключайте субтитры субтитры